как у вас настроение как у вас дела как у вас домашнее задание домашнее задание я помню кто мне прислал его прислали не кассу двое человек поэтому именно они получат оценку напоминаю что мы теперь ведем дневник оценок пятибалльная система а также за домашнее задание кто сделал сегодня кстати будет новое задание домашнее совершенно другое естественно у нас они принц повторяться не будут вот но тот кто выиграет наберет больше баллов у нас и будет три приза это конечно же сеанс ясновидение это расклад карт таро на ваши вопросы а также 12 месяцев то есть каждый месяц будет рассказывать что у вас произойдет в двадцать четвертом году вот такой вот подарок для вас подготовлен вот теперь осталось дождаться от вас тех самых вот оценок то есть чтобы максимально быстро заработали и выиграли главный приз конечно же всем привет лайк поставьте сейчас и тут у меня экзаменационная работа идет со студентами нам быстренько сейчас доделать и прям сразу переключаюсь на вас вчера эфиры были офигенно большие длинные но я не представляю даже ладно я там продержался а вы как продержались как вы продержались вот представляете вот вчера мы пять часов с вами разговаривали вот вообще можете это представить мне в это первые такое было наверно может и последний раз в жизни но впервые такой вот твой фурор вчера сделали нет чтоб там уйти не сидят сегодня у нас будет замечательное домашнее задание офигенная вам очень понравится а также я поделюсь как эти домашние задания выполнялись в прошлом году другие люди и какие у них были вопросы либо проблемы так все поздоровались мне нравится что вы в чате стали общаться больше и больше, между собой вы общаетесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, собрались, да? Так, вот я все собираю... Это я закрываю... Все, я иду к вам... Сохранясь как рабочий стол... Пятый курс, билеты, экзамен, пятый курс... Сейчас я им отправляю, а то никак не отправлю, забываю... Билеты, билеты, билеты... И мы начинаем с вами общение, ответить... Так, давай вернемся к вам ответить... Сейчас мы отправим ей билеты... И начнем эфир... И вот это я... Пятый курс... И в этом... Похоже, у нас есть... Похоже... Сохраняйся... И в этом... И в этом... В этом... В этом... всем здравствуйте хорошего настроения я еще не запустил знаете какой эфир конечно же наш любимый instagram свечи и свечи уважаемые солнышки мои вас что так мало то судя всего лишь 9 человек ася за обед работают все так по поводу свечей хочу сразу же сказать по поводу свечей сейчас и тут чат из везде по запускаю неплохо вас видно здесь телефоне не люблю смотреть итак 20 просмотров по поводу свечей вчера меня девочка солнышко моё удивило она говорит но первый эфир вчера нас три часа шел да помните ночной вечерний так она меня удивила другим то что она все время у нее свеча горела помните я вам сказал когда мы вызываем мертвых ну зажигайте свечу а она вот вы знаете вот вчера мы вообще не вызывали вечером никого она вот зажгла и сидела и сидела и что произошло она на кровати сидела и у лежала уснула уснула и задохнулась потому что свеча большая толстая навыков высушила кислород в комнате и она чуть не задохнулась уважаемые я понимаю что у женщин куча идей в голове но я уже не думал что настолько прям вы исполнительные что свечи теперь ждете каждый эфир не надо этого делать свечи жгут только если идет сеанс если мы вызываем кого-то все остальное мы работаем как психологи с вами поэтому ерундой не занимайтесь договорились представляете ага говорит ёлки-палки я горячуть не задохнулась это свечу потом еще и меня виноватым сделают конечно чего нет так домашнее задание мне только два человека прислали только и им буду страх ставить 10 баллов всем остальным нет папа при призы я говорю что выигрыш будет у нас естественно три главных приза поэтому участвуйте сейчас я запущу здесь instagram участвуйте и выигрываете накопите больше баллов у нас школа идет волшебство много чего узнаете много чего я вам рассказываю поэтому ходят переслушивайте эфиры если сразу не допустим не сообразили о чем шла речь вот как про свечи да я вам вообще не говорил свечи сжечь это потом уже когда шатуна вызвали груза жгите свечу она вот теперь каждый эфиры жгет окна закрыты по выжигалась и кислорода я такая сидит красавица итак спать не хотят тружусь посмотрю в записи так гляделки с детьми играем гляделки так как она сейчас тишине с отдыхают так доброе время суток здравствуйте лево и сейчас детском садике у нас тихий час я буду тихонечко говорить я выпила три домашних задания а хромова выполнила telegram у меня не работает или я туплю не знаю как выйти на связь так есть же еще ватсап вот чуть чуть выше есть телефон видите это ватсап тиши дети спят да действительно соня говорит был прекрасный и кефир так открыточки я что-то на почту вернее почтовый ящик не забыл мимо прошел даже не посмотрел может там открытки ваши лежат моли спрашивает здравствуйте потом может пожалуйста поясновидение постоять на моего мужа николай 50 что с ним с ним все нормально но на войне но на войне и не выходит несколько дней на связь солнышко мое молли вот сегодня он выйдет на связь а туда прилетит ракета и будешь ты виновата понимаешь не выходит на связь когда люди сидят в окопах на войне не выходят на связь понятно иначе прилетит ракета им туда же поэтому головой думать что-то спрашиваешь далее записывайтесь завтра на среду на сеанс известное видение много чего узнаете сеанс длится один час я сегодня с вами болтаю сегодня кстати с одной девушкой болтал найти расскажу она говорит у меня завтра очень серьезный разговор на работе с директором и то-то 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 но я вся трясусь я вообще не могу мне все плохо короче меня я я вообще никакая так мы с ней поговорили а потом она мне написала я говорит я так восхищена говорит в этим сеансом я говорит совершенно по-другому теперь смотрю на это все если я еще там час назад думала что как я пойду я это теперь я такая королева да я завтра зайду так что все восхитятся мной и еще предложат мне повышение не только зарплаты но и должности девочки вот так надо заходить понимаете да у меня есть дар не только уговаривать это уже психология а еще и сновидение я кое-что во время сеанса делаю для того чтобы вы положили трубку и тут же вам захотелось опять либо перезвонить либо записать голосовое сообщение что у вас так все вас заиграл что вы прям не понимаете что произошло это называется волшебство но при условии если вы лично обратились да это стоит денег поверьте мне это стоит на на самом деле ваших нервов а сегодня домашнее задание те задания только два человека не знаю вот хромова если пришлет мне тогда я тоже и засчитаю большая просьба минуточку внимания не исходите женщина с ума если я сказал отправить 10 сообщений отправляйте 10 сообщений не надо 50 и 100 отправлять это первое второе пожалуйста не надо меня никому навязывать и рекламировать я этого не просил я просто попросил разошлите ссылку с сурикатом ссылку с котом в бане что там до этого и говорю еще к любое видео которое вы поведете шоц до stories я просил вот это сделать иначе вашу соцсеть просто заблокируют за ваш спам поэтому пожалуйста ерундой не страдайте и слушайте внимательно домашние задания пожалуйста я понимаю что вы хотите мне помочь но не надо переусердствовать я понимаю что у вас женский мозг но не надо переусердствовать пожалуйста слушайте внимательно следующее домашнее задание которое будет на сегодня а также ближайшие еще три дня то есть сегодня завтра послезавтра и потом я поставлю оценку ваше задание послушайте внимательно объявляю условия задания подойти к елке увидеть красивого парня прохожего мужчину и попросить его познану поздороваться может познакомиться и попросить его сфотографировать и вас у елки далее уже ваша проблема хотите дальше знакомьтесь с ним хотите дальше идите по своим делам давайте я сейчас расскажу про что не надо делать я прям наперед вам прям побегу чтобы пожалуйста потому что я знаю такие инциденты уже были большая просьба выключите сразу же идею что вам нужно так сфоткаться чтобы вам понравилось что вы там самое сексуальное стоите у елки эту идею выключите этот тест это домашнее задание заключается вообще в другом а для того чтобы вы научились говорить себе не только запреты ставить но еще говорит да я могу это вы же можете когда вас попросили девушка вы можете нас фотографировать вы же берете их телефон и фотографировать правильно были у каждого наверно такое было в жизни каждого наверно просили правильно вы сфотографировали пошли но почему тогда вы не можете подойти с парню сказать сфотографируй меня пожалуйста так вчера я отправил уже некоторые у меня люди уже узнали про это то что я сегодня объявлю так слушайте их первые ответы послушайте пожалуйста внимательно и не надо мне я каждый разберу их ответ и скажу кто прав то не винат итак первый ответ я вижу что она в чате здесь сидит сразу же ее первое предложение на что она сказала давайте чуть-чуть вперед на безобегу она живет в санкт-петербурге столица до северной россии она сказала а где я найду елки у нас нет елок и вообще парни у нас нету девочки вы понимаете вообще о чем идет речь представляете а девочка молодая и под понимаете сколько у нее уже запретов у нее в санкт-петербурге нет елок у нее нет парней пожалуйста ерунду не несите хорошо не ставьте себе слова нет у нас был эфир пересмотрите его заново да и нет называется вроде не ставьте себе запретов пожалуйста дальше лилия здесь у нас красавица следующая давайте еще второй женщине сообщил она мне знаете что отвечает да сейчас же у меня сразу же телефон этот парень утащит и убежит что я буду сейчас вот это давать телефону свои солнышки мои я объехал полмира мне в голове даже не было чтобы я дал телефон и он кто-то убежит да был такое время у меня эти обезьяны очки воровала но это обезьяны это животное это я пришел к ним в гости в эти джунгли они такие да это обезьяны но не надо пожалуйста сравнивать красивых парней которым вы видите что он вам нравится подошли к нему и думать что он изначально сворует ваш телефон да поверьте мне у него у него намного богаче чем ваш телефон поверьте мне вот вот девочки не ставьте себе преграды сказали вам подойдите к елке следующее давайте еще кое-что подождите она сделала сегодня даже уже фотографию прислала на что он отвечает фотографии знаете в лесу елки в лесу мой мозг извините конечно мужской но я вообще не мог как она говорит так надо было пояснять что надо было у елки новогодние сфоткаться вот у меня сейчас она предновогодние рождественское настроение да если я слову слову сфоткаться у елки значит надо подойти к новогодние елки и сфотографироваться плюс там куча людей которые можно легко пар молодые до мужчина-женщина попросите они легко тебя сфотографируют и никто твой телефон не сворует нет эта девочка пошла у нас в парк сфоткала все 75 елок встала на морозе и что вы думаете стала высматривать мужчину я же сказал мужчину она была один одного она поймала так он сказал что мне некогда я спешу и в лесу и вообще никого не фотографирую тогда нас поправил ушла другая женщина она женщину с коляской попросила она ее сфоткала вот на самом деле это психологический тест то есть если я попросил чтобы мужчине подойти значит вы должны подойти попросить мужчину но не просто чтобы он вас фоткал валенка в шапках я не знаю понятное дело что эта фотография будет ну так себе для родителей скажем так потому что она сексуальностью она точно пахнуть не будет на морозе около елки вот так вот был этот тест на самом деле давайте забегаю вперед чтобы вы не задавали мне лишних вопросов на вашу раскрепощенность сколько вас стоит запретов они сразу же всплывают они сразу всплывут вот я вам привел три примера как люди давайте еще два примера еще двоим передал так вот одна сказал голосовой говорит ой я знаю где эта елка она в центре стоит я сегодня после работы но я поздно буду на я постараюсь пробежаться поймаю парня мужчину спустим меня сфотографировать вот такой ответ понимаете я этого принципе от вас и хотел в то еще один ответ говорит а я как раз говорит сегодня об этом подумала что у нас там елок но сейчас среди из-за вот это с вода войны город не будет праздновать новый год как раньше помпез надо даже украшаю украшает у не так но говорит он есть одна елка я знаю я подойду к ней и попрошу именно мужчину я попрошу смотрите почему мужчину потому что вы можете изначально с ним познакомиться поздороваться обменяться телефонами знаете как делают у меня знакомая они подходят но естественно они не валенках они естественно в пол шубках если очки там красивая право да они подходят и говорят молодой человек я не могу найти свой телефон можете набрать со своего номера чтобы он меня позвонил зазвонил горит я в сумочке найти его не могу и он набирает ваш номер и что происходит естественно он теперь знает ваш номер а вы потому что звонок проступил вы знаете теперь его номер представляете как круто волшебство и вы конечно же можете ему написать привет а ты мне понравился либо он напишет я тебя сегодня фотографировал покажи мне как получилась фотография вот что я вас от вас прошу на самом деле а не о том чтобы какая-то женщина с колясками вас подошла и сфоткала хорошо вы на ней вышли нехорошо и пожалуйста не в лесу а елочку новогоднюю на которая украшена шарики пусть будет настроение пусть вас заставлю я все-таки выйти из дома и прогуляться прогуляться для своего настроения прогуляться для себя не то что вы лошадь ломовая помните да вот это про это как седло и новосценник висит я лошадь катаю за бесплатно дали закатаю за 100 рублей с ценником такая хожу а идете или вот это знаете еще сейчас сумасшествие вот эти я я тысячу шагов прошла я десять шагов ты прошла вот этот сумасшествие зачем вам это идите погуляйте вот у меня нет времени гулять а в туалет блин посрать у вас есть время до сходить найдите время для себя отключитесь вы от всех этих забот просто поживите хотя бы пять минут для себя отключите в этом мысль что вы должны 10 тысяч шагов пройти выключите в эту ерунду в мозгах гуляйте для себя вот когда я гуляю когда я отдыхаю да я могу просто кушать в ресторане смотреть на улицу как-то машинки или огонечки горят из москва шикарная москва и я кайфую я отдыхаю я ни о чем не думаю да даже сейчас я с вами вот общаюсь читаю вас красивые новогодний чат не уже к по кайфу я на самом деле отдыхаю потому что я знаю что я потом получу от вас отзывы наверно лучшая награда это конечно же ваши отзывы их уже скопилось столько много они у меня все опубликованы в инстаграме в telegram канале они все публикуются так сказать в архив на память поэтому солнышки мои сейчас идет сенокоз у ведьма я вам говорил сейчас все хотят быстро погадать что в первую очередь во-первых спросите отзывы у этой гадалки а второе в этой тетя зине или как-то гадалкам валя спросить ее полная фамилия имя отчество дальше забейте ее на уголовное в розыске на ее долги и по и все такое забейте поверьте мне она сама от вас убежит и сама от вас отстанет потому что как правило они либо в розыске либо у них безумные долги поэтому думайте прежде чем что-то делать а лиля вы уже оформили красиво новогодний рождественский дом купили красное это дерево или нет давайте первый чат прочитать добрый день у меня на работе сантехник он со мной общается но не знает что у меня к нему у меня к нему любовь к сантехнику у нее к сантехнику любовь стоит или стоит чоню там стоит штанах что ли ничего нефритовый камень стоит ли нас а стоит стоит ли мне самой ножками к нему на каблуках прийти и прошептать может сказать об этом что он ты мне нравишься давай с тобой тро боюсь как отреагирует вот прям как огня боюсь вот как не переступить этот страх может мне вообще этого не говорить может не может у меня сразу отвергнет может и вообще в ней в его вкусе вот к вы как ясновидящий можете посмотреть меня меня зовут именем не буду говорить дате тут уже ясновидение поможет называется называется что у женщин нет уверенности первым но если она боится к сантехнику подойти что уж говорить о миллиаре миллиардер мель девочки все слова выучили миллиардер что говорить тогда про миллиардер милая дракоша когда посылаете много смайликов к сожалению youtube ваше сообщение блокирует поэтому не отправляйте много смайликов так вот миллиардеру если вы к сантехнику боитесь подойти признаться но если вы любите вам нравится человек вам нравится его запах как он одевается как он смеется улыбается но почему вы боитесь подойти вот выполните кстати задание сфотографироваться у елки выполните это задание это и есть кстати одно из шагов как пойти и разговориться с человеком перейти свои вот эти сумасшедшие запреты которые на самом деле никому они не нужны и даже вам перейдите сантехнику прям эротические с фантазией дракоша пишет сам довольный хочу дракоша с повесткой яша яшу я ручки фоткаюсь надо я же я у елочки сфоткаться надо я же пусть тоже обязательно у елочки сфоткаться попросит девушку проходящую мимо пусть она его сфотографирует может они потом договорятся в кафе зайти пообщаться поверьте мне что парень что девушка они точно такие же одинокие они точно также хотели бы с кем-то познакомиться но у них есть преграда такая же как и у вас слова нет боязнь вот переступите пусть и он и вы переступите это слово нет это всего лишь что там три буквы нет дата намного короче слова правильно не не зря так она у нас есть вот допустим на украинском языке у них не да у них так у них три буквы а у нас да легко да 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 я так понимаю что спай вопрос повестка решен кариночка беликова здравствуйте карина 19 виктора ступим в отношения до в новогоднюю ночь вы будете с ним ой сколько вы написали даже не знаю чего начать ладно начну с конца так повестка у яши не у меня поездка у яши не у меня зачем ты милая дракоша ему повестку отправила тебе надо было отправить в одессу открытку не повестку так кто повестку отправил вместо открытки всем доброго хорошего дня марчук сам довольный так у елочки мне так нравится что вы наконец-то стали в чате общаться между собой это вообще замечательно это вот поэтому у нас так долго передляться эфиры что вы сами не за ними не понимаетесь как время быстро пролетает где у нас тут зоя полякова что она тут у нас натворила все читаю теперь гульбара я встречу свою судьбоносную мужчину ой давай солнышко погадаем сейчас все я тебе сегодня у нас опять будет добрый эфир мы сегодня будем говорить только о хорошем солнышке я понял кстати надо где мне администратора надо запрограммировать эфир по гороскопам потому что вчера вам смотрю прям зашел гороскоп давайте немножечко кстати по гороскопу сегодня тоже попробуем но сначала погадаем да мы же любим гадать но еще раз повторяю у меня карты играми гадаю ян только на цыганский золотых таро только за деньги все остальное это разве к ловка для вас итак начинаем где у меня тут вопрос то был я встречу свою судьбоносную мужчину давайте вопрос я встречу судьбоносного мужчину в своей жизни да или нет здесь будет три карты выбирайте пожалуйста от 1 до 3 3 карты я встречу судьбоносного мужчину да или нет от 1 до 3 далее кто первый раз у нас на канале пишем цифру от 1 до 3 и карта ответит вам представляете как так цифры цифры ваши вижу да 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 давайте гадайте тот кто пишет цифру только для вас это гадание больше не для кого вот гульбала гульбала сейчас узнаем цифру 2 выбрала лили выбрала троечку вероника троечка сейчас гадание конечно же можно вы под моей охраны не забывайте что мой голос очищает ваше помещение вы можете легко это эфир и переслушивать с удовольствием задание давайте пока вы голосуете задание у нас домашнее задание бук наталия подойти к елочке давайте уже буду оговариваться естественно к новогодней елочке и попросить прохожего мужчину парня который вам понравился чтобы он вас фотографировал далее уже действуйте как положено как сердце там подскажет вам так меня с утра мужчина обозвал чумой болотной не поверите за что он 26 лет один и говорит все женщины хотят нажиться на нем а я ему в лоб сказала как как он хотел найти женщину не подарить ей цветов а почему болотно это ну чума болотная что-то как не могу связь вот эта женщина которая хотят нажиться на нем и причем тут чума болотная я же здесь только три карты вероника троечку выбрала я засыпаю я ой хотите прикол поржать лиля спасибо я вчера уже ночью после часа ночи наверно это первый час ночи думаю дай-ка прослушаю свой эфир он длился у нас вчера помните три часа но я его слушаю на ускоренке то есть это полтора часа я просыпаюсь опять там голос еще ему что-то бормочет я думаю так надо быстро выключить свой телефон зачем его включил и получается что я тоже засыпаю под свой голос представить но когда я слушаю во первых я его на ускоренке слушаю и получается он немножечко как бы мой и не мой потому что там когда на ускоренке он быстрее звучит поэтому наверное я его не воспринимаю что это мой голос но засыпаю это правда я тоже также могу заснуть а это называется я успокаиваю вашу нервную систему потому что есть голоса которые бесят раздражают ну только точно вы под эти голоса не засыпаете а есть голоса убаюкивающие и на самом деле это успокоение вашей нервной системы успокоились отдышались от отрубились вы успокоились выспались и все вуаля и опять волшебство пошло я тоже вчера заснула под ваш голос не дослушала вчера эфир вот я знаю засыпаете нанка пришла так девочки чата у нас стали большие я не все ваши тексты вижу поэтому вы общайтесь пожалуйста кто-то если я кому-то не ответил вы им сами отвечать ладно вы же у меня гадалки у нас школа не забывайте мы оценки вам ставим кто много лилия давайте она первый раз у нас и кто-то еще тут у нас есть девочка вот только что мы ставим оценки у нас школа волшебства далее под новый год подводим у кого больше оцелок оценок баллов но естественно пятибалльная система как в школе но за домашнее задание я ставлю 10 баллов кто его выполняет в домашнее задание сфотографировал чтобы вас мужчина о новогодней елки домашнее задание муж поженитесь еще итак вопрос был следующий который я уже забыл сейчас я его найду где-то был здесь встречу я своего судьбоносного мужчину лиля ты чё ты чё уже поссорилась тем что ли даже там был богач богатый такой итак цифра номер один встречу я свою своего мужчину ответ с жесткая да видите муж и жена дети радуга настроение хорошие десятка кубков любовная карта сто процентов говорят да вторая цифра а где это кстати мне лили хочу посмотреть она тройку выпрала тройка встречу ли я мужчину мне кажется вот по этой карте это четверка мечей такое ощущение что этот мужчина он уже есть у вас но он вам делает мозги потому что видите она лежит она бережет сердечко гнездочка пытается пригласить свое гнездо да свить это новое гнездо но пока на мечах все все как-то не так идет то есть я бы ответил что встретите а мне кажется вы даже уже встретили его просто у вас что-то пока не стыков очки идут здесь тоже у нас девятка кубков ответ до сто процентов встретите то есть здесь получается встретили но мучаетесь здесь до встретите ой как хорошо для вас прям да это мне свечи подарили не знаю сегодня будем кого-нибудь вызывать вчера шату нового вызывали а вчера жириновского еще вызывали точно он вам что-то говорил я помню вам девочки он что-то вам говорила многие даже очень много чего совпало недели до писать кому так открытки все отправили третий номер мне подходит да вот жан а жану фриске мы вчера вызывали помните она вам про ванную комнату говорила кто не помнит пересмотрите эфир она там может про вас тоже скажет сегодня будем кого-то вызвать давайте еще погадаем им хочется погадать что у него с другой чего я не знаю напишите мне вопрос какой вопрос задать картам только чтобы он общий был но для всех открытку милая дракоша отправила я ему сегодня уволю бородихину прям несет она видать явно хочет 5 баллов получить за за волшебство а я ему говорю не за подарки на день рождения 8 марта а еще и и кормить придется вот он обиделся но это как это дима очка на уважаемые знатоки так сказать мои ведьмы гадалки напишите пожалуйста в какой одежде вы сейчас прямо вот сейчас сидите в трусе как в ночнушке в мехах соболях в трико вот напишите по опишите свою одежду которая сейчас на вас допустим на мне трико и и майка она вас как буду дальше вольтером эти давай тебе солнечко поясновидение лучше скажу потому что течение трех дней зажги четыре свечи желательно церковные и пусть они полностью сгорят далее обрубки к остатки и выкинуть желательно где камин либо где печка короче куда-то выкинуть чтобы они ну короче ладно на землю выкину на снег и так 4 свечи чтобы они загореть догорели тогда в двадцать четвертом году вы будете в нормальных отношениях с ним кстати тебе четверка мечей помнишь выпадала тоже четверка мечей и так я теперь читаю в чем вы одеты мне прям страшно интересно так отправил открытку петр поставить как и так это лилия сказал ольга зачем вы его так жестко не знаю оля сегодня что-то а потому что она сегодня пошла в лес я открою секрет и поймала мужика мужик сказал я не буду тебя фотографировать вот представляете я и сказал елочки сфоткаться она пошла в лес и сидела в засаде и ждала мужика в лесу понимаете хотя я сказал у елочки ну для мужика это понятно что новогоднее настроение у елки на вот поэтому у нее вот такое теперь настроение сегодня у ольги с теми кто не дает жизни наладится ли отношения до конца года вероника справиться с теми кто не дает жизнь наладится ли отношения до конца года давай вероника я тебе в лоб просто отвечу потому что для всех я не буду это задавать вопрос нет пока обряд не сделать ничего там у тебя не ладно ладится с этим человеком я всем так читаю в чем вы одеты лилия написала в чем она и так пожалуйста только честно бог всех видит не надо в чате обманывать но в трусах сидите пишите в трусах хочу такого я в синем платье но они марчук никто не сомневался что синий плать кстати мы помните карты спрашивали карты скажите как новый год год дракона встречать в каком цвете одежды мужчина должен синим а женщина зеленый переходящий в желтый вот такие цвета хеллен драйв черном платье сидит у нас хеллен драйв хеллен это имя до черном платье в приталином красивом платье синим верой ну правильно ты же в садике сидишь там у тебя дети смотрят вероника не ведьма черные вязаные длинный свитер и носки до колен ложите а вероника горит я не ведьма черные вязаные длинные свитер у меня до колен и носки тоже до колен в общем такая это такой леший у нас сидит тут валентина петр воду будете заряжать в аду вот будем заряжать в конце эфира сегодня кстати название эфира заряжаю воду давно вам не заряжал нет ну как давно тот кто за деньги 300 рублей а им каждый день заряжаю кто просит кто здесь чате ждет я здесь редко заряжал каешь кстати где мне софия здесь она же сидит да соня мы с вами же должны быть 15 созвониться милая дракоша в сарафане домашним красивым цветочек мамуля прислала зоя полякова удалила свое сообщение валентина на мне теплое платье а а как это теплое платье с начесом что ли и как иринка иринка в костюме спицаде ой давайте я вам расскажу один случай томми кролика позвонить через в течение трех дней он вам расскажу случай мне вчера одна женщина говорит пётр мне неудобно она голосовой пришла можете пожалуйста посмотреть у меня пальцы не имеют что происходит играть не понимаю я говорю я стал ее смотреть я говорю я не понимаю у вас какие-то пары то ли самогонку вы гоните то ли вот какие-то пары вы дышите парами то есть не целы не кислородом а какими-то парами химикатами но я подумал что наверное какую-то самогонку гонит да вот он испарение идет и вот она сидит и дышит от этого сейчас происходит потому что кисло в крови мало кислорода и почему они имеют пальцы потому что не приходит к нужное количество крови вместе с кислородом вот чем поэтому не имеют они менее так она знаете что говорит а поняла я говорит на заводе работу химическом у нас говорит это не как типа обойти у нас там везде химия понимаете вот 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 и вам и работа на что она мне сказала что делать откуда откуда я могу знать если она ну что делать надо уволиться с этой работы что еще можно сделать хотите сберечь свое здоровье ну хотя бы меньше работать находитесь на этом заводе ну логично девочки я ответил и правильно вот такой у меня дар я все вижу но если вы обращаетесь пояс на видению они картам карты это все фигня на самом деле ты полная ерунда так давайте где остановился то в костюме спецодежде брюки и курточка тружусь лилия я белых брюках ну кто бы сомневаться что вы белых брюках и красном свете кто бы сомневался что вы так шикарно одеты зоя полякова 1 такая зоя видать записи как смотрят яша гордиенко на дерибасовской сфоткаюсь правильно вот только пожалуйста не идите больше в лес елку искать и мужика там искать идите где много людей я в костюме спортивном бордо анна марчук зеленый надо поискать еще ну правильно на новогоднюю ночь извините меня не то что поискать надо купить псевдоним хелен это псевдоним ольга ну а что он сходу прям все только за деньги ольга не останавливается и прям сегодня прет после леса ее прям при зато она мне белочку прислала живую лешие ну почти уже есть сходство да да мы сегодня sony там я водичку но я обычно дистанционно воду заряжаю а у sony у нее там не очень другая ситуация и я и позвоню буквально 10 минут голосом воду бы ей буду заряжать потому что иначе не получится ну потом она на денежки накопит и на сеансе сновидения запишется вероника что за обряд что мне нужно сделать если тебя вероника задай заново вопрос потому я тебе скажу что надо сделать но естественно ты сама ничего сделать не сможешь потому что там очень все у тебя запущено так вот номер пожалуйста ватсап алиса написала спасибо алиса вчера бородихина ольга вчера у нас есть в инстаграме у нас женщина есть 70 лет людмила помните и она вчера просто отправила фотографию свою красивую я сейчас прям сама себя сфоткала она сидит красиво у нее красивая право очков волосы седые но белые такие знаете красиво кого-то крашены красивые прямая вы вытянуты такие волосы прям ухожены длинные не бабайга вот именно ухожены по право очков мне кажется там был какой-то к накрашены глазки вроде бы такая красивая не норково как же она кофточка такая ночи красивая и я девочкам говорю девочки а вы чё в трусах сидите наверное я в купальнике закаляюсь на улице и винка пишет я в купальнике закаляюсь на улице ну вот такие видите у нас тоже экземпляры есть так дальше людмила была в зеленой блузке и трусиках переоделась платье а то есть она дон голосования сидела в трусиках а потом в платье одела вот посмотрите как мои эфир почему вы долго сидите на моих эфир вы же понимаете что на самом деле я работаю с вашей головой с вашей психикой психологии дамы эфиры называем почему я карту в основном убрал потому что на самом деле карты это полный чушь полная ерунда да они говорят правду это честно но когда вы гадаете очень часто тем более не на ваши же вопросы а таки общие это все фигня зря ограничения поставили вас приятно слушать работает ли вы с рунами хеллен нет не работаю а давайте у бога спросим что такое ровно давайте сейчас надо читаю до конца чата вы напишите давать дайте голосование проведу мы можем принципе то такое руны вроде бы слова правильно пишу интересно вместе пишется голосуйте в чате пожалуйста доброго доброе утро вам светланочка красавица доброе вам тоже утро и так голосуйте в чат вопросники есть так теплое шерстяное платье коричневого цвета на валентине теплое шерстяное платье понял у меня подарок судьбы они работа особенно когда детей не 20 анечка мое солнышко бог посылает нам испытания каждый день каждый час даже от от кровати до работы дайте это тоже на самом деле испытание это мы просто уже на автомате идем на самом деле это испытание и мы все их проходим все каждый день очень красивый цвет волос у женщин вот я говорю вот и людмила сейчас я ее не вижу нету ее в instagram очень красивый волос пересмотрите за вчерашний эфир он три часа правда шел хотя бы в самом конце найдите я в самом конце в камеру показал эту фотографию вот прям не поленитесь вчерашний вечерний эфир в самом конце найдите прям перемотайте и вы увидите людмила 70 лет сидит в соцсетях вежливо общается и еще и не стесняется фотографировать себя селфи не стесняется валентина у меня тоже такое платье у меня славянские были так прожить и проголосование где проруны что такое руны все давайте закрываем голосование и так сейчас я у бога спрошу что такое руны мне надо чуть-чуть свет потушить ладонько потому что я как выжить своего водная час у меня тяжело сейчас время солнышко мое у всех тяжелое сейчас время тем более на украине у всех тяжелое время особенно у на украине будет еще похуже мои предсказания всегда сбывались и сбываются и так что такое руны был бог поговори со мной что такое руны они говорят правду помните мы с вами говорили что такое гадание да они бог сказал это вода льют нам больше называется сейчас мы про руну узнаем такую рун и такой скрип идет кого-то так что-то царапают что такое рун и скрипу так что такое рун это скрип или наскальные рисунки вот так что-то как палки рисует стоит это для людей это я давайте задам вопрос под руком бог покажет для людей что это такое она это полезно они действительно предсказывают будущее вот так машу передо мной сейчас я пойму они короче могут эти там но только не все только правильные люди могут моделировать ваше будущее они вот так говорят моделировать будущее но не это не гадание это по-другому называется это не гадание это моделирование будущего то есть вот эти руны они моделируют то есть как может пойти ситуация ну-ка отчетку урону они могут магически влиять на судьбу насколько я знаю ну вот они марчук и станем они действительно могут влиять то есть это не гадание это моделирование а также может влияние на будущее я бы на самом деле постеснялся даже вернее мне захотел бы ничего на рунах смотреть вот честно то что они сейчас показали это реально меняется вот видите помните он показал так скрипит а теперь посмотрите на свою ладонь похоже да вот она то есть они меняют судьбу эти но смотрите сами потому что я кое-что увидел они менять могут свою сторону как им выгодно а не как выгодно вам и так насчет руна я спросил хотите верьте как говорится маруся хотите нет но это вам ответил бог а давайте через карт посмотрим через карты посмотрим что такое руны сейчас я достану вы знаете на золотых только да то что они мне показали я бы конечно вам не советовал на рунах что-то смотреть я бы вам не советовал несу курицу скандинавские очень жесткие да еще салатики и фрукты много разную о девочки вы что там опять хомячите а важно ли кошелек какого цвета брать давайте по поводу цвета мы поговорим холодец люблю холодец это коллаген поэтому кто там пропивает таблетки просто кушайте к холодец это и есть коллаген и так высшие силы бог покажите через карты высший сил через карты что такое руны насколько они для людей опасны либо безопасны могут ли они предсказывать будущее вот сразу же говорю вот видите говорит ну короче карта инвалидность я прочью говорю что это очень опасная штучка руны вот видите вот тоже как вырезаны пронан там вырезанную вырезаны вот это очень опасно что еще скажу это кот в мешке вот видите незнакомец залазит вашу жизнь вашу судьбу и может ее переписать договор на другую судьбу переплывает лодка переплывает на другую судьбу короче это меняет вашу жизнь без вашего согласия руны вот так не сказали карты принципе все что бог сказал нет карты видите то же самое говорят все плохие все четыре карты были плохие карты вы это сами только что увидели ну можете продолжать дальше и рунами баловаться а потом к психологу записывайтесь идем дальше ну вот видите они марчук пишет есть скандинавские они жесткие есть славянские они мягкие это тоже знаете есть карты таро сказочные там русская сказка а есть таро жесткая где там эти почти голые все по на придумывали знать такой шоу-бизнес сделали из карт из камней руны очень опасные эгрегор и силы которые действуют по своему усмотрению так тот кто про руны спрашивал я еще раз говорю это на ваш страх и риск то что мне показали я это говорить не буду но намекаю и вот дракоши я с ней тут соглашусь могут очень сильно переписать вашу судьбу без вашего же ведомые согласия поэтому это сильнее чем даже карта таро некая так понял то есть да но вернее это разное но нужно карт дороже это картинки здесь это все таки линии судьбы переписываются вот на руку свою посмотрите прежде чем обращаться к рунам посмотрите на свою руку и готовы ли вы переписать свою судьбу причем без вашего согласия давайте картам вопрос теперь а давайте мне не картам давайте по пишите имя и пишите гороскоп больше никакого текста пожалуйста сейчас уже не пишите пишите имя гороскоп я буду в потоке вам все отвечать я пью только крепко коньячок виски 24 всегда желания мои исполняются яша вот твоя лика пришла люди агрессивные становятся ну аня марчук тебе наверное виднее я просто у меня нет таких знакомых по этих урон вообще про них ничего не знаю вот вы спросили я вам ответил как бог вам передал сейчас я пойду так ирина гороскоп смысле гороскоп наталья гороскоп рак почему ирина написал гороскоп а где какой-то гороскоп откуда я знаю гороскоп но пусть ее и и Гороскоп, гороскоп, гороскоп. Так, перехожу сначала в инстаграм. Мне вообще руны страшно, я вообще не знаю что такое, но вот Бог вам сказал, что это очень все опасно. Наталья, гороскоп, рак. Так, смотрите, почему имя и гороскоп. Они у меня не повторяются, тексты, поэтому именно для вас буду говорить. Но, естественно, в укороченной форме, ничего лишнего, либо предупреждающего говорить я не буду. А это даже, если показывать, я буду это скрывать. Все остальное только при личном общении, больше никак. Ирина Шлопак, здравствуйте. Итак, уважаемые подснежники, присоединяйтесь, не стесняйтесь. Аня Марчук, что-то удалила с Яшей Гордиенко. Прям вместе, прям тексты исчезли. Все, начинаем. Я начинаю с инстаграм. Наталья, рак. Душа у тебя болит, душа не на месте. Ну, или дом у тебя не на месте. Душа у тебя не на месте, они говорят. У раков, раков, раков. Что их дальше ждет? Передряги, передряги. Готовься к передрягам. Так, уважаемые солнце мои. Те, кто Алла, да? Вот те, кто пишут. Вы должны четко осознавать, что я здесь не выбираю выражение. Что мне про вас говорят, я вам передаю. Это может, как хорошее, это может также быть и ужасное. Поэтому... И я очень коротко рассказываю. Поэтому смысла нет у меня переспрашивать. Я все равно это не придумал. Я даже не знаю, что вам говорил. Потому что это мой рот открывает высшие силы, а не я. Ирина Гороскопова. Ирина Водолей. Иди на мечах. На мечи. И чего? Мечи, 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 мечи. Операция, 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 операция. Операция Водолей. Короче, на мечах что-то будет. Мне кажется, это похоже на какую-то болезнь, либо операцию. Все, что с больницей связано. Ирина Водолей. Кто дальше? Так, пожалуйста, остановите чат. Ничего больше не пишите. Я сейчас работаю с вами по гороскопу, по именам. Больше ничего не пишите. Ладонько. А то чат и так уже забит. Иначе я не увижу ваши имена. Поняла. Ирина Сэм. Я пью. Так. Люди агрессивные. Мила Стрельчиха. Господи, это что такое? Зайчиха? Мила Стрельчиха. Мила Стрельчиха. 24-й год встречишь человека, который тебе по душе будет. Елена Козерог. 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 Информация о ней Козерог. Воду льет. Воду льет. Воду льет. Свои желания забивает. Воду льет. Короче, ей надо эфиры наши пересмотреть. Елена Козерог. И много поймет. Она забивает. Вот она забивает свои желания. Вообще не выполняет. Пересматривайте мои эфиры. Поймете, о чем мы говорим. Вероника гороскоп. Вероника гороскоп. Че Вероника гороскоп? И че? Откуда я знаю твой гороскоп? Марьян Рыба. Марьян Рыба. Марьян Рыба. Марьян Рыба. Марьян. Вводит тебя за нос. Какие-то отношения, когда ты переходишь в следующий год, он и там будет мозг тебе делать. Это отношения. Он как кружит, кидает тебя. Этот человек, мужчина. Так. Маруся Лев. У тебя в августе есть день рождения, что ли? Маруся. Они говорят, бойся 17 число. То есть 17 число, бойся. Знаешь, всегда на 17 число ничего не планирую в 24 году. То есть никакие сделки, никакие открытия магазинов, ничего не планирую. Максимально лучше в этот день просто отдыхай. Вот так тебе передают. Маруся, слышишь, да? Дальше. Так, девочки, пока не пишите в чате. Только пишите те, которые подтвердились или что-то там поняли, о чем я говорю. Лейка, привет, Вероника, дева. Дева, Вероника. Сентябрь, что ли? Вероника, дева. У нее что-то с питанием не то. И они говорят, я овощей надо кушать. Либо зелени. У нее что-то с организмом не то. Они требуют какие-то микроэлементов. Это для девы Вероника. Ирина Весы. Не встретила ты еще своего. Не встретила ты свою еще любовь. В которой ты утонешь полностью. Не встретила. Но скоро встретишь, получается. Марина Бодолей, 42. А, 42 года, что ли? Или лет? Марина, дайте мне информацию. Как сломя голову летит на коне. Остановись, говорит. Что летишь, как сломя голову? Остановись. Загонишь лошадь. Лика, здравствуйте, Яша. Здравствуйте, я как дела, Яша? Все остальное только при сеансе. Больше ничего говорить тут не буду. Анджелика Рак. Лайк поставили? Кто лайк не поставил, к сожалению, у вас здоровьем заберут. Помните мою фразу, да? Анжелика Рак. Анжелика Рак. Анжелика Рак. Анжелика Рак. Может и не отвечу вам. Так, Анжелика Рак. Анжелика Рак. Намная Скорпион. То, что у нас ноябрь. А темная employee. Души как черви. Души calf почистите. Почистите души вам говорят. у нас тут алла рыба была тоже пишет вероника спасибо восклицательные знаки много улыбок да я себя вообще не узнаю и еду всегда организм чувствовал и еду все питалось больше полезно а сейчас в себе все подряд я даже сыну также перестала вообще чувствовать все что но ей помните вероники есть сказали что она овощей кушает траву она не ту ест еду но это все влияет на органы а также на кожу лица том числе на на скорпион я сказал у нас искаала рыба обязательно подтверждайте либо опровергайте что не поняли либо просто спасибо напишите кому я уже сказал лайк обязательно поставить надо чем не как это а вы не показывает пугачёву то эту углодательную рыбу у нее там тоже проблема с желаниями знаете кого-то она вот я мне сказку показывают про рыбака и рыбку да вот там эта бабка то которая у корыта сидела все желание загадывала вот они показывают на ау рыба показывают то что она типа третье желание то ли у нее осталось третье желание на загадать то ли что-то вот что-то у нее желанием не то пусть она короче ладно скажу алла рыба пересмотрите свои желания что-то там не то то ли у вас осталось последнее желание а на весы на крючке она говорит сидит на крючке не знаю они о чем идет речь ну ты еще пока сидишь на крючке тебя как зацепили видать буду дальше тащить к себе в свою нору ты там все кто жили куда там попала на крючке ты сидишь все равно еще лека уже норм так может имени потеряще поговорить юль нас козерог у нас у нас все услышала спасибо иришка с ирина солнышко у нас что-то много теперь иришек стало то ольги были теперь иришки иринка солнышко иринка слабак где в лайк поставьте не забудьте так слушаю дальше кого где становится юль нас козерог тоже проезжает знаете как поезд проезжает мимо нее то ли последний шанс и дают то ли что она не может даже в этот поезд вот знаете вот есть сейчас кока-кола новогодний праздник такой вот вот кого-то проезжает и ей говорят попробую прыгнуть в этот уходящий поезд так сказать праздника ну я так понимаю что она не может прыгнуть у нее что-то проблемы идут у нас проблемы сильные валентина дева через год где-то ноябрь обрати внимание на козьбу нахо на ноги можешь упасть что-то повредить сильно это в двадцать четвертом году где-то октябрь ноябрь я подожди это будет уже обледенение я не знаю как когда у вас зима начинается вот там я вижу как гололед такое можешь упасть те предупреждения они дают иринка слабак дело она какого-то мужчину и дадут мужчинам будет у тебя в двадцать четвертом причем хороший вызвать да по поводу имен надо вызывать кого-то чтобы они рассказывали яша козерог вячеслав же тебя зовут или владислав вячеслав он скоро придет к тому что ему нужно переписывать вообще все свои желания особенно в отношении к женщине скорее всего это намекает что в двадцать четвертом году он будет строить отношения совершенно с другим человеком вообще с другим дракоша точно ольга стрелец а про кошелек какой-то шлюк кофе лёк кофе лёк какой кофе лёк помните такой фильм душа боли пироника брюханова спасибо большое где тут черная наталья брюханова наталья козерог да иди вперед иди вперед и не поворачивайся назад то есть не вспоминай прошлое ирина дева ирина дева я не говорю что я разве и говорил же не повторяют одну и ту же ирина лев обрати внимание на зрение ирина лев зои близнецы нанка напиши пожалуйста что там тебе перед все тебе сказали я не помню ведь я напишу можешь много страхов но я светлый человек я вот сегодня у меня был сеанс со светлым человеком но в ней столько неуверенности столько забитости и страхов что слово светлый вообще даже не подходит зои близнецы и показывают так как на растяжку садится шаги такие делает широкие как на растяжку почти садится так она шагает я так понимаю ей говорят про какие-то суставы между костями как называется хрящи да вот что-то такое как смазать надо нам что-то такое намекают на это таня пролетает что-то таня твоя пролетает сто процентов это не переживает зато будет супер новое я тебе тебе намекаю вернее да есть такие специально анти лед и есть такие да одевайте на обувь и не сейчас кстати москве сегодня или нет сегодня уже плюс чем-то и это всю неделю будет плюс 6 а у нас в москве очень много выпало снега то stories и мы смотрел видел и сейчас представить это все потечет плюс 6 это уже с это вода блин ну жалко конечно не хотелось бы знать погуляем гулять по лужам вообще не хочется я как лягушка три желания песню знаете не знаю пугачёва песни есть до три желания три желания у нас питере тоже в питере кстати мне кажется очень сильно погода изменилась раньше питер был холоднее часом какой-то спокоит другой стал галиночка добрый день глина водолей все что связано с желудком желчный вот в той зоне галина водолей обратите на это внимание они говорят да согласно это я приехала да они амарчук приехала в питер у них все теперь течет нет зимы все давайте погадаем он он злится на меня сейчас представляете фантазируйте имя человека он злится ли на меня переходите в ее в инстаграм переходите в youtube каналов я здесь отвечаю на в чат и так он злится на меня выбирайте предложенную карту далее пишите цифру которую вы выбрали он злится ли на меня вот аферис да еще и злиться офигеть он злится на меня и так он злится на меня все мы теперь гадаем цифры ваши где почему я в ю тубе не вижу цифру здесь три карты для тех кто не видит зачем он злится на меня либо он злится на меня что делать почему-то он не злится и так кто у меня в инстаграме лучше идите в youtube там бы интересней и так выбирайте милая дракоша 2 марьям 3 ирина хайс хаустова 2 мрс нижней . хенкел 22 е нижнее подчеркивание катерина 041 бук нижняя подчеркиваем наталья 1 сумасшедшие имена в инстаграме галина не выбрала бюль нас три валентина спасибо предложение благодарю ирина один нанка один следующий кто гадает только те кто расклад для тех кто впишет в чате больше не готова алла пугачева 2 галина роза 3 он злится на меня цифра номер два кто выбрал такое ощущение что вы уже сами готовы его простить даже если он вам плохо сделал он злится на меня цифра один да злится но он хотел бы каких-то новых с тобой отношений заново все как бы начать злиться 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 но для того чтобы заново дерево выросло он злится на меня цифра номер 3 очень злится и очень жестко злится вот здесь плохая карта ножи галина юль нас марьям здесь плохая цифра 3 плохая карта по поводу цвета думал ли он последние 24 часа обо мне смотрим вместе думал ли он последние 24 часа обо мне дальше выбирайте будет у нас 4 карты думал ли он последние 24 часа здесь 4 карты обо мне так давайте я тоже с вами поиграю я сейчас закрываю глаза представляю этого человека и даже этот человек не показывает эту карту вот я выбираю цифру 2 а вы выбирайте своим методом я вот так выбираю милая дракоша выбрала даже две карты тоже наверное уже это афериска тоже наверное хочет догнать иринку иринку мне интересно четвертая карта яша пишет 3 на в инстаграме не буду вашей книги читать но увижу цифры 4 вижу цифру 1 вижу цифру 3 ольга бородихина 2 итак вопрос вспоминал ли он меня за последние 24 часа я выбрал цифру 2 поэтому начнем с цифры 2 нет ваши отношения уже закончились нет не вспоминал тут цифра номер три вы больше сами о нем думаете чем он о вас цифра номер один карта обнуление как бы знать как карта дурака карта смеха ваш разрыв уже перешел в разряд абсурда либо смеха то есть уже не понимаете как это все закончить вернуть кто кого любит или не любит то есть ваши отношения перешли в абсурд то есть вспоминал ли он вас последние 24 часа если вспоминал то только с улыбкой вспоминал ли цифра номер четыре до четвертая карта вспоминал он вас за последние 24 часа и так получается четверка самая была тут позитивная следующий вопрос карта описание дамы которая на сердце у него опишите карты даму которая на сердце у него давайте смотреть итак вспоминайте этого человека лайк ставим сходу так вспоминаю так нет не стану как же сказал сейчас в карта будет описывать эту женщину либо мужчину которая на сердце у него сей час на сердце у него сейчас женщину которую он обидел который сделал больным заблокировал в том числе потому что глаза завязаны все блок не выходил с ней на связь разрушил дороги пути к вашему сердцу к вашему общению человек на сердце у него в мыслях та женщина которая сейчас страдает от этих вот не до высказывания не до договоренности в общем о проблеме на сердце какая женщина у него женщина которая принесла в его жизнь счастье и удовольствие это вы вы прошли сигнификацию и вы будете вместе как говорится да будет так камень каждому папа полгу идем дальше его планы на личную жизнь так его планы на личную жизнь дальше будем смотреть раскрываем его планы на личную жизнь они мальчик не совпало ну ладно ну ладно иди повесь а теперь уже раз не совпал чуть и так его планы на личную жизнь смотрим его планы меняет работу меня это место жительства все что связано со словом деньги его планы на личную жизнь то есть пытается заработать вернуть опять выпадает та же карта его планы вернуть тебя драгоценная красавица чтобы вы были вместе они на марчук все вместе вернуть тебя его планы такие дальше поставить уже точку на ваше молчание карта башни ваше молчание должно уже наконец-то прерваться остановиться и в этом все и денежная королева его в его планах вернуть вас потому что именно вы ему приносили удачу на дне колоду нас луна у него все плохо он теперь понимает он будет вас всячески возвращать всячески будет тебя дорогая возвращать представляете ну хорошо что не развращать давайте повторюсь скоро сейчас будем заканчивать уже и так с вами полтора часа солнышке мое домашнее задание сейчас я созвонюсь сказать с администратора мы проставим оценки за сегодняшний эфир кто участвовал пока так сказать свежи в памяти она все отмечает администратор правильно извращать хуже и так домашнее задание подойти к новогодней елки приглядеть высмотреть мужчину парня который будет проходить мимо и попросить его сфотографировать вас на свой ваш телефон фотоаппарат не знаю что вот там кем он кинокамера что у вас с собой будет вот слова с собой будет вот пусть фотографировать у новогодней елки это домашнее задание исполнить это задание конечно же лучше сегодня ну хорошо даем вам просто не у некоторых городах морозы бывают давайте это на три дня вот это именно задание выполняете в течение трех дней но лучше сегодня потому что вы знаете все обряды все советы которые я даю нужно их исполнять именно в этот день вы это помните это как сказка золушка да кстати в сказках очень много у на самом деле ответов вот она почему не у карета в 12 превращалась вот то же самое все мои советы если вы не выполнили в 12 к сожалению все рухнет надо заново вот как вчера ходил я вашу посылочку подарок получал вал березда и уже через сутки этот киркот не рабочий вот примерно то же самое мои советы становятся бесполезны и если вы не выполнили то что я сразу вам сказал да 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 поэтому тот кто что еще хотел сказать то давайте заранее еще приду есть вопросы по поводу елки фотографию елки напишите пожалуйста если вопросы непонятные вопросы по поводу сфотографироваться у елки давайте я вам подскажу итак напоминаю в лес не надо ходить елка стоит как правило в городе в центральной площади на центральной площади там проходят принципе очень много пар если вы боитесь что какая-то малолетка заберет ваш телефон подойдите к вам мужчине и женщине как правило видно что это молодая пара допустим или взрослые люди и попросите сфотографировать именно мужская энергетика должна вас фотографировать по-другому никак instagram до свидания вот тут уже час заканчивается в этой но я не буду их и загружать instagram это для энергетики это для вдруг именно этот мужчинам станет вашим мужем вот для этого вам нужно у новогодней елочки всему свое время валентина киа киа кишки не забудьте солнце мои давайте я вам напомню потом не вчера женщина одна сказала говорит эх и у меня была фотосессия там куча елок было я фотографировался ну такие студийные фото блин почему петр николаевич сразу не сказали а я бы говорит у этих елочек она записывала бы видео поздравления видео обращения и в новогоднюю ночь бы всем отправила ну естественно по именам поздравлял об этом татьяна поздравляю тебя с днем и рождеем у вас в новом году прямо елочки такие заготовочки сделайте вот на улице за сделайте заготовки хотя бы близким людям вот с кем кто там к вам должен выйти на связь допустим юра к вам должен выйти на связь да никак не выходит и заблокировали не блокировали на и запишите этот видосик юра поздравляю тебя с наступающим либо наступившим новым годом желаю то-то то-то пусть он на вас посмотрит улыбнется лишний раз голос ваш услышит узнает и вдруг он скажет знаешь я в эту новогоднюю ночь один давай этот новый год встретим вместе как вам такая идея вот видите сколько идей даю идеи максимально чтобы были радостны и счастливы 10 километров до такой елочки у женщины конечно любят придумывать фантазировать я представляю если у вас 10 километров до такой елочки сколько же километров у вас до мужчин наверное еще больше давайте сделаем у меня получается быстрее мозг работает чем у женщины получать если вы 10 километров до новогодней елки но во дворе есть какая-то другая елка но возьмите мишуру положите шарик повесьте и сфотографируйтесь как будто бы это новогодняя была елка ну лично там обрежьте главное теперь вопрос где мужчину брать во дворе понимаете вот женщины любят конечно себе придумать по нафантазировать по на препятствию это сделать себе запретов да как как на одна девочка написала молодая так а как я найду в санкт-петербурге новогодние елки и как я на и вообще там парней нет вот как можно было это вообще ответить вот как как мал можно было девочки молодой так ответить вот у меня до сих пор в голове вот вот карта в голове вообще не укладывается как женский мозг так может фантазировать вот это алиса да у нас она то блокировала все кто кого-то ревновала да вот кто попал подать ее влияние тут понимает о чем я сейчас говорю вчера она уже новая хотя искал не делать так нельзя вчера на новую идею придумала она теперь стала ограничивать описание сообщений вот женский мозг у вас откуда такие вот фантазии когда вам сказали нельзя это делать нет что-то фантазирует еще круче вот мне даже в голову не приходит вот такой вот у вас обидите женщины как у вас он работает но на самом деле на самом деле вы придумываете себе проблемы и придумаете себе ограничения потому что жизнь намного лучше и проще без всяких ваших ограничений когда вы говорите нет говорите почаще да и улыбайтесь не забывайте что вас встречают не только по одежке но еще и по прическе и по улыбке но не на не американский конечно же так все я буду заканчивать эфир сейчас я хочу кое-что посмотреть на этом все сейчас я позвоню своему администратору и мы и мы с ней обсудим кое-какие моменты а также проставим оценки на этом все спасибо за эфир следующие я не заряжал вода чего молчить что я воду не заряжала на значит так хотели у нас название эфира я хорошо сейчас хотел закрыть ее вижу заряжаю воду почему вы молчите что воду надо заряжать и так вода стоит пойдут за своей водой времени мало поэтому и так заряжать буду воду себе в первую очередь системы на хруппы и хорошее настроение не покинет больше вас и так конечно же вы должны поставить лайк а также писать что вода стоит только для тех кому поставлена стоит вода стоит написано а также если в записи смотрите вода стоит то тоже надо в комментарии написать высшие силы даже если в записи смотрят вы напишите вода стоит через буквально через пять минут как после того как вы написали либо мой голос вы можете пить воду это для тех кто в записи смотрят теперь кто в живую смотрит то есть я вас всех вижу наталья будь тоже здесь до вода стоит все лодочка стоит так выходите подснежники вода стоит вода стоит у вас как раз под конец эфиром а меньше стало отлично сейчас не всем будем заряжать так за деньги тоже обязательно обращайтесь здесь у нас экспресс-зарядка раз-два-три вода за вода на хорошее настроение высшие силы все кто написали вода стоит опустите в их бокал настроение счастья и удовольствия мой бокал тоже опускайте вот кто сейчас в чате я не буду говорить про кого говорят обратите внимание кого-то могут увести в скорую помощь очень обратите внимание на свое здоровье уже в ближайшей неделе это произойдет говорить про кто это не буду но я предупредил обращайте на свое здоровье и так вода наполнили молекула каждой воды наполняется энергией удовольствия улыбки все позитивные мужчины женщины притягиваются к нам на эту энергетику каждая клеточка светится здоровьем и улыбками света да будет так аминь выпить воду всем ребятки на этом все ухожу администрация чат и сейчас я позвоню вам алиса сеньки варимать бай бай пока пока